МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Украине российские войска все последние дни непрерывно атакуют позиции ВСУ в районах Купенска, Кременной, Бахмута и Авдеевки. В России облавы на призывников теперь устраивают даже в мечетях. Так же сегодня. Книга «Москва-петушки» насквозь о русском пьянстве. Причем тут Бах, Сартер, Святая Тереза и Симон де Буар. Оказывается, при чем? Потому что «Москва-петушки» конечно не антиалкогольная или наоборот проалкогольная книга. А выдающееся сочинение о поиске Абсолюта. Исполнилось 85 лет со дня рождения писателя Венедикта Ерофеева. Начну с ситуации на Ближнем Востоке. Вчера вечером стали поступать сообщения о том, что экстремистская группировка Хамас может освободить до 50 захваченных ее боевиками в Израиле заложников. Речь шла о негражданах Израиля и заложниках с двойным гражданством. Однако переговоры, которые шли при посредничестве Катара, остановились. Хамас освободил только двух женщин 79 и 85 лет, которые многие годы помогали палестинцам из Газы получать медицинскую помощь в израильских больницах. В плену у Хамаса остается еще более 200 человек, включая малолетних детей. Командование армии Израиля заявило о нанесении не менее 400 ударов по позициям Хамас в секторе Газа за последние сутки. Сегодня в Израиль прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, который на встрече со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом заявил о безоговорочной поддержке Франции и Израиля в его борьбе с террористическими группировками. Позвольте мне сказать вам, что я здесь нашей делегацией, чтобы выразить нашу поддержку и солидарность, и разделить вашу боль. То, что произошло 7 октября, это ужасная террористическая атака против вашего народа, вашей нации. Это стало огромным потрясением для всей планеты, особенно для Франции. Я считаю, что наш долг бороться с террористическими группировками без всяких сомнений, без, я бы сказал, расползания этого конфликта. Я хочу, чтобы вы были уверены, что мы стоим плечом к плечу с вами и вашим народом, и сделаем все возможное, чтобы восстановить мир, безопасность и стабильность в вашей стране и во всем регионе. Эммануэль Макрон в программу визита, которого на Ближний Восток входит и встреча с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамале, призвал Хамас и Израиль к гуманитарному перемирию ради оказания помощи гражданскому населению Газы. А представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на своем брифинге в Вашингтоне ни о проверке не подтвердил утверждение СМИ о том, что США убеждают Израиль повременить с наземной операцией в Газе. При этом большинство израильских экспертов убеждены, что наземная операция Цахал в Газе не может не состояться после террористического нападения Хамас на Израиль 7 октября. Но я предлагаю послушать мнение сына одного из основателей Хамас, Мусаба Хасана Юсефа. В свое время он был доверенным лицом среди руководителей Хамас, но потом был завербован израильской службой безопасности Шабак. Благодаря переданной им информации были предотвращены многие теракты в Израиле, раскрыты агенты Хамас, арестованы некоторые его руководители. Сейчас Мусаб Хасан Юсеф живет в США. Вот что он сказал в интервью CNN. К сожалению, идет война. И эту войну начал не Израиль, эту войну начал Хамас. Следуя формуле «кровь за деньги», Хамас начинает войну каждые несколько лет. Когда им нужны деньги, они проливают кровь детей. В этом их игра. Это должно прекратиться, этому нужно положить конец. К сожалению, за это придется дорого заплатить. Мне очень жаль, что Израиль будет вынужден войти в Газу, где повсюду ловушки, повсюду тоннели. Я не знаю, скольким израильским солдатам придется умереть ради того, чтобы Хамас был уничтожен. Это будет самая сложная военная операция современности. Что я бы предложил израильтянам? Подождать, не торопиться, собирать разведывательную информацию. А Соединенные Штаты должны оказать необходимую поддержку. В сущности, я хотел бы видеть там наших морских пехотинцев. Я понимаю, что это звучит ужасно, но я говорю как налогоплательщик. Я теперь американец. Мы должны быть едины, мы должны поддержать Израиль, мы должны освободить палестинцев и сектор Газа от правления хамасовского режима. Это был Мусаб Хасан Юсеф, ныне гражданин Соединенных Штатов, сын одного из основателей экстремистской группировки «Хамас». В Украине российские войска все последние дни непрерывно атакуют позиции ВСУ в районах Купенска, Кременной, Бахмута и особенно Авдеевки. Командование украинской армии заявляет о больших потерях среди российских военнослужащих. Подтверждения этих данных из независимых источников нет, однако можно в любом случае совершенно точно говорить о напряженных и кровопролитных боях. Российские подразделения не захватили ни одного крупного населенного пункта, однако на некоторых направлениях им удалось продвинуться. Рассчитывать, что у России закончатся ресурсы для пополнения своих частей в Украине, не приходится. Об этом говорит фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Роман Погулич. Войска оккупационные, которые присутствуют в Украине, у них есть ресурс прочности, скажем так, для того, чтобы вести наступательные действия. Потому что всегда есть передовые подразделения, которые стоят именно на удержании позиций, есть те, кто может прийти на усиление, есть резерв. Вопрос скорее в том, насколько длинными и интенсивными будут вот эти вот вспыхивания на определенных участках линии фронта. Это может продолжаться длительное время. Фактор, опять же, погоды значительный, но не имеет значение. Возможно, частично из-за этого российская армия оживилась по многим направлениям, потому что, конечно, армия может вести боевые действия в любых условиях, независимо, дождь, снег, ночь или день, но все-таки легче и людям, и технике, и поддержать пехоту техникой все равно легче тогда, когда условия позволяют погодные это сделать. И опять же длительность. То есть, учитывая, что украинская армия продолжает вести наступление на нескольких направлениях, и на юге, и из того, что пишут и публикуют видеоматериалы на левом берегу Днепра, то, очевидно, российское командование предполагает, что где-то, возможно, украинских войск стало меньше, и они, как всегда это делают, попробуют надавить в каком-то месте, посмотреть, где, возможно, стало тоньше, чтобы потом, условно говоря, развивать успех, если таковой будет. Ну, на самом деле, под Бахмутом, в принципе, за эти месяцы не бывало тихо. Условно, тише было на севере трасса в сторону Славянска, потому что там рельеф своеобразный, такие себе горки, где высота переплывает в падину, еще раз высота, поэтому продвигаться очень сложно, поэтому и активных действий там в какой-то момент не стало. Хотя украинские войска и российские пытаются там продвигаться, просто эти атаки, возможно, не такие массовые, и не всегда о них упоминают в сводках генерального штаба. А по поводу действий в районе Берховки, довольно-таки уже цикличный процесс. Сначала российские войска наступали, захватывали, потом украинские отбивали, теперь российские опять делают то же самое. В принципе, смысл, очевидно, один и тот же, улучшить свое тактическое положение, иметь позиции лучше, потому что если мне не изменяет память, когда украинские войска продвинулись в районе Берховки, они там заняли высоты, и поэтому, очевидно, как мы можем предположить, российским войскам хочется вернуть под контроль эту территорию. Ну, в принципе, для чего эта война и начата была. То, что происходит под Авдеевкой, и в плане жертв, и в плане активности боевых действий, оно же очень сильно напоминает Бахмут. И, в принципе, действия российской армии, они очень похожи потому, что делалось под Бахмутом. То есть окружение и попытка отрезать тот гарнизон, который находится и обороняет этот вот узел обороны Авдеевка. Опять же, проводя параллели с Бахмутом, мы помним о том, как российская армия окружала-окружала украинскую, и тем не менее, даже когда оставался там, условно говоря, полтора километра окно для того, чтобы продвигаться в город, украинские войска все равно это делали. Множество боевых действий, они ведутся в зависимости от рельефа, будь то река, гора, Езина и так далее. Всегда с попыткой занять господствующее положение. Это был Райман Погулич, фронтовой корреспондент проекта «Радио Свобода» «Донбасс. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 24 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Широградский. В России продолжается осенний призыв на срочную военную службу. Возобновились облавы на лиц призывного возраста, которые проводятся в самых разных местах, как выяснилось, включая мечети. Большую огласку получило задержание ОМОНом после пятничной молитвы в мечети финалиста, выходящего на первом канале шоу «Перепой звезду» Мамута Усиинова, которого насильно отправили в войсковую часть. Признаться, вздрагиваю каждый раз, когда вижу заставку этого шоу. Не знаю, кто придумывал название и логотип, но в глаза в первую очередь бросается слово «Перепой». Так вот, сразу после задержания Усиинов, который пытался объяснить ОМОНовцам, что у него контракт с Первым каналом, опубликовал в социальных сетях видео. В нем он рассказал о случившемся. «Ребяточки, всем привет! Вчера со мной произошел такой случай. Я был в мечети на пятничной молитве, и после того, как все закончилось, меня забрал ОМОН в военкомат, в город Люберцы. Там я прошел медкомиссию, затем отправили на распределение в город Балашиха. Сейчас, пока я здесь нахожусь, никаких контрактов, ничего не подписывал, жду комиссию, после этого буду все решать». И, как я уже упомянул, Мамут Усиинов уже отправлен в войсковую часть. Юрист агентства «Дубравский консалтинг» Артем Клыга обращает внимание, что при облавах теперь применяется новая тактика. Людей призывного возраста хватают, изолируют, выясняют, подлежат ли они призыву и стоят ли на воинском учете, и часто уже в течение одного дня отправляют на место службы. На то, чтобы предпринять хоть какие-то действия, у жертв облав остаются буквально считанные часы. При этом, подчеркивает Артем Клыга, власти не отказываются признать нарушения при таких задержаниях, но настаивают, что сам призыв на военную службу законен, а потому немедленная отправка в войска оправдана. «В таких случаях военкомат обычно направляет обращение в полицию о том, что вот есть определенный список граждан, которые не стоят на воинском учете, но обязаны, и вообще там им направлялись повестки, они на эти повестки никак не реагируют, а поэтому нужно составить в отношении них протокол об административном правонарушении. По крайней мере, ну вот так написано в законе. Полномочия полиции на этом заканчиваются, они могут найти таких людей, действительно составить на них протоколы, вот с 1 октября штрафы, как мы помним, сильно выросли, но по факту полиция доставляет таких людей в военкомат и контролирует, чтобы в отношении них было принято решение о призыве на срочную военную службу. Вот, собственно, это и произошло в деле вот этого молодого человека. Насколько я понял, у него уже был паспорт гражданина Российской Федерации, выданный еще в 2014 году. Не знаю, стоял он или не стоял на учете, но для военкомата это сейчас не проблема. Когда такие облавы совершаются, то человека доставляют, его могут за один день буквально и на учет поставить, и медицинское освидетельствование сделать, и принять решение о призыве, и отправить его уже на сборный пункт. При этом у родственников или у юристов, там, адвокатов, даже если у них оформлены все доверенности, у них нету какой-либо возможности попасть внутрь и буквально противодействовать вот этому насильственному призыву, разве что обжаловать его в суде. Но это отдельная процедура, она занимает там лишние 2-3 месяца. За это время человека, конечно же, успевают отправить к месту прохождения службы. Если, например, есть пофамильный список, обычно там еще указывается адрес регистрации, таких людей ищут около дома, там, на выходе с подъездов, или пытаются постучаться к ним в квартиру. Ситуация с мечетями – это, мягко говоря, что-то вопиющее. Здесь, я думаю, используется другой способ, когда просто делается попытка найти скопление граждан, у которых могут быть паспорта Российской Федерации, и которые на учете не стоят, и просто находя этих людей в мечетях, они смотрят, у кого паспорт, и задерживают их, и отправляют в военкомат. А дальше уже разбираются, стоит человек на учете или нет, призывного он возраста или нет, есть ли у него отсрочки, может быть, или какое у него состояние здоровья. Но на самом деле практика показывает, что вот по отсрочкам и по состоянию здоровья особо не заморачиваются, просто стараются как можно быстрее принять решение о призыве. Это полностью незаконная процедура. Вообще у нас призыв довольно сильно регламентирован, вся эта процедура регламентирована, там есть отдельные этапы, то есть как должна вручаться повестка, если человек уклоняется, какие должны быть действия. Но военкоматы современные в совокупности с полицией придумали вот этот новый способ в виде насильственного призыва куда-то являться, всех задерживать скопом, а затем разбираться, кто годен, кто не годен. Конечно, это не закон, а проблема в том, что противодействовать этому очень тяжело. То есть даже, я видел, уже и петиции подписывают, чтобы прекратили такую практику призыва одним днем, как он называется. В судах потом или в жалобах, которые в прокуратуру люди направляют, часто приходят ответы на это, что, мол, да, такая процедура незаконная, но она никак не может влиять на законность решения о призыве. Вот таких отписок я видел очень много. Как только человек попадает в военкомат, сразу же подавать жалобы, подавать заявление на альтернативную гражданскую службу, как способ приостановить, собственно, решение призывной комиссии, чтобы комиссия начала рассматривать именно вот это заявление. Изложить все свои убеждения, взгляды, просить родственников, связываться с родственниками, если есть телефонная связь, чтобы они привозили оригиналы документов о медицинском состоянии здоровья. Ну вот, собственно, делать как можно больше действий именно в первые часы, потому что если ничего не успеть за первые 6-7 часов, то потом становится гораздо сложнее. Потом все это уходит в суды, в обжалование в суде, а успех там не сильно вероятен. По всей информации, которая есть, это все же больше со срочной службой связано, то есть это именно граждане России, которые призывного возраста и которые подлежат призыву на срочной службе. По мобилизации у меня пока такой информации нет. Это был юрист агентства «Дубравский консалтинг» Артем Клыга. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Любопытный случай в Грузии. Там арестован 67-летний Джузеппе Сганго, который считается одним из руководителей итальянской мафии и заочно приговорен итальянским судом к 11 годам тюрьмы. Власти Грузии подтвердили, что Сганго будет вскоре выдан правоохранительным органам Италии по соглашению о взаимной правовой помощи между двумя странами. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе. Информацию об аресте в Грузии одного из боссов итальянской мафии журналистам в ходе спонтанного брифинга подтвердил генеральный прокурор Ираклишо Тадзе. Не называя имени, генпрокурор сказал, что арестованный будет вскоре экстрадирован в Италию. Это была цитата. Во вторник стало известно, что речь идет о 67-летнем Джузеппе Сганго. Он считается руководителем туринского отделения Коза Ностро и заочно приговорен в Италии к 11 годам лишения свободы за тяжкое преступление. Обычно грузинские власти неохотно делятся с журналистами новостями о задержании в стране иностранных преступников, опасаясь нарваться на критику коллег за разглашение важной информации. Но на этот раз они не могли не похвастаться, что им удалось арестовать столь крупную фигуру европейского криминального мира, а также тем, что Грузия честно выполняет все свои обязательства по линии Интерпола и не допустит, чтобы на территории страны скрывались опасные преступники, разыскиваемые европейскими государствами. Но при этом никаких деталей о том, когда точно был задержан осужденный, за что именно он разыскивался, генеральный прокурор журналистам не сообщил, молчит о конкретике и МВД страны. Своей информацией из достоверных источников с Радио Свобода поделился эксперт по вопросам безопасности Кавказ-Завет Мамука Арешидзе. Насколько мне известно, это человек, который не является, скажем, обещающей фигурой сети вот этих мафий, итальянской мафии, но является руководителем одного из направлений, одного из регионов итальянских. Он находился в Грузии транзитом. Насколько мне известно, у него были какие-то планы с одной из ближневосточных стран. Ну, я не отрицаю, я думаю и предполагаю, что это были все-таки транзит наркотиков. Так что тут ничего такого особо удивительного в этом нет. Мамука, то есть у него был не connection flight, не стыковочный рейс, а он задержался на несколько дней в Грузии или его задержали в аэропорту? Нет, я, насколько мне известно, находился в Грузии. И в аэропорту, а не в аэропорту. Заявил Мамука Арешидзе. Примечательно, что именно в Италии находятся многие грузинские криминальные авторитеты, известные в определенных кругах как так называемые воры в законе. Они были вынуждены сбежать из Грузии еще в 2005-2006 годах, когда по инициативе президента Михаила Саакашвили грузинский парламент принял закон о борьбе с организованной преступностью. Согласно этому закону, в Грузии криминального авторитета могут приговорить к длительному тюремному заключению уже за причастность к преступному сообществу и соответствующий титул вора. Пока неизвестно, воспользовался ли Джузеппе с Ганго связями грузинских криминальных авторитетов в Кавказской стране. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода Тбилиси. И последнее на сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения Венедикта Ерофеева, писателя, автора бессмертной поэмы «Москва петушки», которую Ерофеев закончил в 1970 году. Ерофеев также написал книги «Записки психопата» и «Благая весть», пьесу «Вальпургиева. Ночь или шаги командора» эссе о Василии Розанове под заголовком «Василий Розанов глазами эксцентрика». Ерофеев рассказывал, что в 1972 году сочинил роман Дмитрий Шостакович, но рукопись у него украли в электричке. Правда, многие считают, что история с Дмитрием Шостаковичем — выдумка самого Ерофеева. В память о Венедикте Ерофееве я предлагаю послушать две архивные записи эссе о нем Петра Вайле и фрагмент поэмы «Москва петушки» в авторском исполнении. Поразительный феномен Венедикта Ерофеева в том, что, будучи, наверное, самым русским из всех русских писателей после Василия Розанова, он осознает и воспринимает себя в мировом контексте. В самом деле, книга «Москва петушки» насквозь о русском пьянстве. Причем тут Бах, Сартер, Святая Тереза и Симон де Буар. Оказывается, при чем? Потому что «Москва петушки» — конечно, не антиалкогольная или, наоборот, проалкогольная книга, а выдающееся сочинение о поиске абсолюта. Универсальная тема, всеобщая идея, всемирный сюжет. Не выходя из тени родных осин, Венедикт Ерофеев рассыпал по своей сугубо российской книге знаки мировой культуры. Католик и рационалист он был склонен к формулам. Множество их элегантных и запоминающихся восходят к Пушкину и Грибоедову, если говорить о классической нашей литературе. В нынешнем же веке соперничает в афористике с Маяковским и Бродским. Цитата из Ерофеева — каждый раз одновременно отвлеченная красота и конкретное предписание. Он был, как это ни странно звучит, моралистом и, в неком смысле, последним поэтом-просветителем. Я позволю себе напомнить некоторые из его афоризмов, которые просто-напросто помогают, если не жить, то понимать жизнь. Цитирую. «Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигам». Кто поручится, что наше послезавтра будет не хуже нашего позавчера? Для чего нужны стигматы святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны, но они ей желанны. Первая любовь или последняя жалость? Какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальство он нам не заповедовал. Зачем тебе ум, если у тебя есть совесть и сверх того еще вкус? Надо чтить, повторяю, потемки чужой души. Надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего, пусть дрянь одна. Все равно смотри и чти, смотри и не плюй. Замечательные, куда менее известные, чем «Москва петушки» книги Василия Розанова глазами эксцентрика, Венедикт Ерофеев прямо указывает свой главный ориентир. Но напрасно было бы искать сходства в мировоззрениях Ерофеева и Розанова. В общем, у них свобода и точность. Безграничная свобода мысли и безошибочная точность слова. И еще болтливость. Та вольная болтовня, которая оттеняет афоризмы, и в которой, несмотря на многословия, ни единой лишней буквы нет. Привожу пример. Я вообще замечаю. Если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон замыслов и грез и усилий, он очень дурной, этот человек. Вот уж если наоборот, если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение, это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот человек. Не знаю, как вам, а мне гадок. Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером. И восходу они рады, и заходу они тоже рады. Так это уж просто мерзавцы, о них и говорить-то противно. Но уж если кому одинаково скверно и утром, и вечером, тут уж я не знаю, что ей сказать. Это уж конченый подонок. Конец цитаты. Как легко увидеть, здесь шансы не оставлены никому. Но это и есть всеобщий шанс. Охват Ерофеева слишком глобален, чтобы существовать на деле даже теоретически. Это его излюбленная философия обманка. Великолепен в книге «Глазами эксцентрика. Диалог гениальных болтунов». Воображаемая беседа Венедикта Ерофеева и Василия Розенова. Цитата. «Я пересел на стул, предоставив ему свалиться на мое канапе. И в три тысячи слов рассказал ему о том, чего он знать не мог. О Днепрогрессии и Риббентропе, о Свенциме и Осавиахиме, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствующих и обновленцах, о Павлике Морозове и о зарезавшем его кулаке Данилке. Это его раздавило, он почернел и опустился. И только потом опять заговорил об искривлении путей человеческих, о своем грехе против человека, но не против Бога и Церкви, о гефсиманском поте и врожденной вине. А я ему тоже о врожденной вине и о смертных реабилитациях, о Пекине и о кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов». Разница между брянским учителем Розановым и Владимирским студентом Ерофеевым в опыте. То, что один прозрел, другой прожил. Венедикт Ерофеев – это Василий Розанов, прошедший через Гитлера и Сталина. Оба горюют об искривлении путей человеческих, но насколько же конкретнее того трагичнее наш современник, насколько безнадежнее его пафос, даже пародийный. Впрочем, он у Ерофеева пародиен всегда, при всей пронзительной серьезности и трогательном лиризме. Цитата. И Алексей Морейсев сказал, у каждого в душе должен быть свой комиссар, а у него в душе нет своего комиссара. Нет, разве это жизнь? Нет, это не жизнь, это фекальные воды, водоворот из помоев, сокрушение сердца. Мир погружен во тьму и отвергнут Богом. Сочетание болтовни и афоризма – суть Ерофеевского стиля. Рассыпая культурные знаки, Венедикт Ерофеев непостижимым образом сумел связать ту самую нить времен. Ему удалось привезти в электричку Москва-петушки не только Тургенева с Мусоргским, но и Гёте с Листом. Показать эсхатологический ужас пьяной икоты, сопоставить святую Терезу с Алексеем Морейсевым, затеять разговор с Розановым и не уступить в нем, безгранично расширить сферу интимного и стать в этом смысле русским Джойсом. День Венечки с поездкой из Москвы в Петушки – своего рода дублинский день Джойсовского героя. Венедикт Ерофеев – гений и словесного синтеза, который добился достижимого немногими, соединил увлекательность с интеллектуальностью и назидательностью. Он одарил нас огромной коллекцией формул, всегда готовых к употреблению. В заключении процитирую свою любимую, которую вот уже почти 20 лет повторяю про себя и вслух. «Все на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян». Москва на пути к Курскому вокзалу. Все говорят – Кремль, Кремль. Ото всех я слышал, про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, тысячу раз, напившийся ли с Пахмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел, а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест и не так, чтобы очень пьян был. Я, как только вышел на Савеловском, выпил для начала стакан зубровки, потому что по опыту знаю, что в качестве утреннего де Кохта люди ничего лучшего еще не придумали. Так, стакан зубровки. А потом на Каляевской другой стакан, только уже не зубровки, а кориандровый. Один мой знакомый говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть укрепляя все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось наоборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены ослабели. Но я согласен, что это антигуманно. Поэтому там же на Каляевской я добавил еще две кружки жигуревского пива и из горлышка альп-де-дессерт. Вы, конечно, спросите, а дальше, Венечка, а дальше что ты пил? Да я и сам путем не знаю, что я пил. Помню это, я отчетливо помню. На улице Чехова я выпил два стакана охотничей. Но ведь не мог же я пересечь садовое кольцо, ничего не выпив. Не мог, значит, я еще чего-то пил. А потом я пошел в центр, потому что это у меня всегда так. Когда я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал. Мне ведь, собственно, не надо было идти на Курский вокзал, а не в центр. А я все-таки пошел в центр, чтобы на Кремль хоть раз посмотреть. Все равно ведь, думаю, никакого Кремля я не увижу, а попаду прямо на Курский вокзал. Обидно мне теперь почти до слез. Фрагмент поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-петушки» в авторском исполнении. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова